Ребята, всем привет! Получил посылку, здесь написано предохранитель. И я знаю, какой это предохранитель. Я заказывал несколько предохранителей для своего флюка. Предохранители стоят на Амазоне, на ebay около 10 баксов. Чтобы вы понимали, предохранитель на флюк стоит примерно столько же, сколько готовый китайский мультиметр. И те предохранители, которые на 440 мА, одни я уже получил, проверил, и у меня он сгорел при токе примерно 1,5 А. То есть 440 мА номинал и так далее. Но они выглядели как-то не очень. А вот этот предохранитель, ну методом исключения, он выглядит очень даже как-то по-особенному. Похоже, что то было что-то похоже на поделку, а этот по идее должен быть оригиналом. И этот один стоил даже дороже, чем те два. Ну, насколько я помню. А я не очень с памятью. В общем, давайте смотреть, что там за предохранитель. Естественно, в Китае не стоит там около 5 или 6 долларов, то есть не десятку, как где-то в правильных местах, в проверенных местах. То есть ты покупаешь его в два раза дешевле, но что ты купишь, это, конечно, вопрос. Да, кстати, вот тот самый предохранитель, я его туда кинул. Вот такой вот был. Ну, вы видели видео по нему, если не видели, ссылка будет в описании под видео. То есть их было два, один я испортил. И сразу я покажу вам все внутренности, я его разобрал, проволочка. А вот этот, это уже более интересный. Во-первых, он обжат, более интересно, смотрите, как он сделал. У флюка что-то вот примерно вот то же самое. И сама трубочка здесь другая по структуре, это как будто стеклоткань. Давайте я сейчас снова достану флюк и снова замерим ток и посмотрим, при каком токе он сгорит. Что вы понимали, это какие-то предохранители, которые считаются супер-пупер-мега-быстры. Они не зря стоят дорого на самом деле, потому что у них есть определенные преимущества относительно стандартных предохранителей. Но опять же, я ко всему этому отношусь скептически. Мне кажется, что обычный стеклянный стандартный 5-миллиметровый дешманский предохранитель, он тоже мультиметр спасет. Но народ говорит, что когда ты лазишь, ну, предохранитель, он используется в цепях для измерения тока. То есть, если ты будешь где-то измерять ток в цепи с очень высоким напряжением, то если там что-то произойдет, пробьет, то эти предохранители, они сгорят, не будет никакой дуги, никакого пробоя и сгорят очень-очень быстро. Возможно, но опять же, я ко всему этому скептически отношусь, потому что если вы измеряете ток в каких-то цепях, да, причем ток большой, около 10 ампер, в каких-то цепях с высоким напряжением, хотя я вот сейчас подумал, я вот что хотел сказать, что если ты где-то в промышленности измеряешь, то ты, скорее всего, не будешь резать провод и ставить последовательный амперметр. Скорее всего, ты возьмешь токовый клещ, но ведь ты можешь измерить, допустим, ток анода, лампы какой-то, например, а там может быть 300-400 вольт, анодный, например, на кинескопе ток его, а там напряжение очень высокое. Ну вот об этом я, кстати, и не подумал. Подключил лабораторный блок питания последовательно с предохранителем и последовательно с амперметром с максимальным током до 10 ампер. Он также защищен этот вход предохранителем, но он уже защищен более мощным предохранителем, кстати, точно таким же, таким же дорогущим, и поэтому я буду очень-очень медленно увеличивать напряжение для того, чтобы ток цепи потихонечку возрастал, и я посмотрю, при каком токе сработает этот самый предохранитель. Вот видим, что ток сейчас 0,9, 0,9, 1,1 ампера. Напоминаю, что он должен сдохнуть при 400 мА, 440 даже. Хотя, если честно, я опять же не уверен. Наверное, то видео уже вышло, и вы мне по тем видео написали, как нужно проверять, какая технология измерения. Я предполагаю, что, скорее всего, при токе 440 мА предохранитель будет все еще работать, но, скорее всего, если он немножко подрастет, а вот насколько немножко, я не знаю. То есть сейчас я это видео снимаю до того, как вышло то видео. То есть то видео я еще не выпустил, и вашу реакцию я еще не знаю. То видео, это видео на вот этот вот предохранитель, который сгорел при токе 1 с чем-то ампера. Ток уберу вверх, чтобы не напороться на его ограничения. Еще чуть-чуть даю. 45, 46, 47, 48, 49, 50. 880 мА, то есть ток в два раза больше номинала предохранителя. И он работает, как ни в чем не бывало. Я не знаю, должен он сгореть, не должен, правда не знаю. Но, скорее всего, где-то должна быть таблица, где написано, что предохранитель номиналом, допустим, 1 А, должен сгореть при токе 3 А, например. 1 А. То есть, грубо говоря, в два с половиной раза почти ток сейчас течет через предохранитель больше, чем номинальный ток. 1,2. Хоть бы что. 1,25 А. 1,3 почти А. Все, сгорел. Наконец. Ого, а он-то нагрелся. Ну, наверное, из-за плохого контакта щупа. Ну, и теперь самое интересное. Стоит его разобрать и посмотреть, что внутри. 1,5 А. Опачки. Но это что-то похоже на более-менее серьезное. Потому что, во-первых, это не керамика, а какая-то стекло что-то подобное, волокнистая структура. Во-вторых, внутри что-то похоже на песочек. То есть, это явно предохранитель, который сгорев, дуга у него тут же затухнет вот в этом вот песочке. Насколько я понимаю, это технологический элемент. На вот эту вот перемычку наматывается проволока, идет дальше и наматывается на перемычку, которая должна быть здесь. Но она осталась вот в этой вот чашечке. А затем вот эта штука с проволочкой, которая, кстати, вот здесь она, вот она. Она очень тонкая. Я не знаю, если вы ее видите. Потом эта штука вставляется в паз специальный. Она, видимо, туда плотно вставляется. И за счет этого получается контакт от проволочки до вот этой вот чашечки. Потом сверху все засыпается вот этим песком. Для того, чтобы не допустить горения дуги. И все. И у нас получается более-менее хороший предохранитель. Если смотреть, какой предохранитель лучше, то явно лучше вот этот, который я сейчас получил. Но, собственно, и дороже. Но, тем не менее, непонятно, какой из них оригинальный. Потому что оба они сдохли при токе 1,3 А, 1,20 с чем-то. А этот сдох 1,3 А. То есть, грубо говоря, в три раза больше номинала. При каком токе должен сгореть настоящий флюковский предохранитель, мы этого, конечно же, не знаем. Но, опять же, это предохранитель не флюковский, он устанавливается во флюках. Но, тем не менее, здесь у меня есть этот предохранитель оригинальный. Потому что я купил новый мультиметр. Он был из США. То есть, предохранитель, который там стоит, это именно оригинальный такой, какой он и должен быть. И вот мне, если честно, даже интересно. И можно им пожертвовать, чтобы пустить его на эксперимент. Если хотите, можно ту же самую ситуацию проделать и с вот этим предохранителем, который внутри. Если это видео наберет 2000 лайков, я это сделаю. То есть, я разберу, сниму предохранитель, который стоит кучу денег. И проделаю тот же самый эксперимент для того, чтобы посмотреть и убедиться, какой из них все-таки был ближе к настоящему, оригинальному. Берегите себя, не болейте. И пока. И жду ваших лайков. Ждем 2000. Соберем и все сделаем. И вот этот предохранитель, честно говоря, он как две капли воды похож именно на этот предохранитель, который я только что разорвал. Корпус у него тоже сделан не из керамической трубки, а из какой-то такой вот плетенки тканевой основы. Наверное, это все же стеклоткань. Точно так же у него эти чашечки здесь зажаты, обжаты. И точно так же на этой чашечке есть какая-то надпись. Но опять же, ребятам из Китая ничего не стоит эти надписи подделать. Надеюсь, что из данного видео ты вынес для себя что-то полезное. И поэтому не забудь поделиться данным видео со своими друзьями. Поставить жирный лайк, это очень поможет каналу в развитии. На канале огромное количество роликов по электронике. Два из них ты сейчас видишь на экране. Пока.